Привет, дружище! Меня зовут Шамбо и мы продолжаем хроники Миртана Архалас. А это главные борцы с Волкером на острове. В предыдущей серии Марвин осмотрелся в монастыре и его окрестностях и помог паладину Кандаку преодолеть кризис веры. В целях на сегодня отправиться в направлении Бодавина, дабы расследовать появление подозрительных падальщиков. Ну а по пути можно заглянуть в волчье логово, к пиратам, попытаться заручиться хоть какой-то поддержкой в борьбе с Волкером. Однако прежде я хочу прочесть книжные стенды, которые находятся в апартаментах наверху. В комментарии ты указал, что там какая-то очень важная информация. Однако затем этот комментарий куда-то пропал. Был удален то ли тобой, то ли ютубом, без понятия, но я успел его прочесть. И в этих апартаментах есть одна небольшая проблемка. Послушник, который их сторожит и слышит и видит абсолютно все. И плюс выгоняет Марвина. Как я понимаю, здесь есть только один вариант решения вопроса. А тебе здесь нечего делать. Да, согласен. А ты тут караулишь, сторожишь? Мне кажется, что ты устал, хочешь отдохнуть. А рядом такая мягкая пуховая кровать. Тебе ведь так и хочется поспать. Так и срочно нужно читать стенд. Главное, его не разбудить при этом. Запись номер один. Брат Патриции продолжает сообщать мне о восстании южан и пожарах в городе. Все эти несчастные люди обречены погибнуть в огне. Я распорядился, чтобы за их измученные души трижды в день читали молитвы. Каждый вечер зажигали в покоях пучки Серафиса и Мирта. Запись 10. Мы с братьями решили помочь людям, пострадавшим от этой ужасной трагедии. Я вновь открою центр исцеления для страждущих душой и телом. А брат Рейрор соберет в округе все целевные травы. А почему на послушника не подействовал сон? Это же заклинание Белиара. Или Аданас прям защищает его. Но если он на меня нападет, начнет прогонять, я так и быть его и забью. Заплачу в итоге штраф, но прочитаю эти записи. Он мне уже надоел. Запись 22. На очередном заседании высшего совета мы обсуждали вопрос о предоставлении большей помощи, жителям города. Но голоса разделились поровну. Я воздержался от принятия чьей-либо позиции. Думаю, что рано или поздно Господь укажет нам верный путь. Запись 30. В моем сердце снова радость. Вчера вечером Адана спасла нам всем знак. Он разрушил мост, ведущий на остров. Очевидно, выступая против нашего вмешательства в дела города. Мы и вправду переживаем неспокойные времена, но не полные преданностно минований, на которые мы должны неустанно обращать наше внимание. Запись 53. Вчера Кесель попросил у меня аудиенции. Он сообщил, что городской сановник Волкер представляет угрозу для благополучия острова, но тому у него не было доказательств. Итак, какая же тряпка этот Реген? Во-первых, в городе пожары. Люди гибнут. Они маги воды. Они могут вызывать дождь. Вроде как могут вызывать дождь. В чем проблема? Дождь пошел, потушил пожары. Все замечательно. Люди в огне не гибнут. Но нельзя вмешиваться, видимо. Далее. Реген понимает, что на острове происходят нехорошие вещи. Люди страдают. Однако он решает не вмешиваться. Почему? Опять же, наверное, все из-за веры в Аданаса, что есть некое равновесие, которое нужно поддерживать. Если кто-то страдает, то, возможно, так и нужно. Я просто в бешенстве, можно сказать, от того, что они не делают. И ты не против, что я здесь нахожусь? Или тебе просто неприятно мое присутствие? Почему ты меня выгоняешь? А тебе здесь нечего делать? Возможно, ему все так и надоело. Он находится здесь на посту, сторожит. Вот зашел кто-то посторонний, говорит, тебе здесь нечего делать? И все. А выгонять, не выгонять? А ты не так глуп, как кажешься. А выгонять, не выгонять, это дело десятое. Ну или просто он видит, что Марвин достаточно силен, и, наверное, лучше с ним не связываться. А чего ты здесь ищешь? Уходи. Все в порядке, я прочитаю стенд и уйду. Ничего забирать не буду. Запись 77. Я поговорил с Кеселем о Йоне. Он отметил, что у молодого человека вспыльчивое, но честное сердце. Я попросил Кеселем присматривать за ним, ибо сомнение ведет к гневу, а гнев козлу. Запись 82. До меня дошли слухи, что вчера кто-то проник в наш архив. Повсюду были раскиданы книги, но ни одна из них пропала. Может быть, кто-то из послушников снова бродил по ночам. Надо будет поговорить об этом с братом Ингольфом. Запись 90. Йон исчез, а Кесель попросил моей помощи в городе. Он опасается, что целью нападения в порту было кольцо воды, и уверен, что за этим стоит Уолкер. Я посоветовал ему быть в сдержании в своих подозрениях. И я не ошибся, когда увидел в нашем бывшем брате зерно Бейляра. Но разве им милостливый не спасла нам ясный знак, разрушив мост? Знак того, что мы не должны вмешиваться в дела мерзкие. Нужно оставаться сильными в вере, ибо она нащит против искушения этого мира. Запись 92. Мои худшие опасения сбылись. В городе произошло покушение на Уолкер, за коем стоит Йон. На остров опустились темные тучи, а Ада нас посылает нам новые испытания. У меня нет выбора. Я должен обсудить с моими братьями вопрос о распуске кольца воды. Я чувствую, как день от дня мои силы покидают меня. Боже, наполни мое сердце верой, ибо влизится судный день. Ох, Реген, ты явно выжил из ума. То есть, они хотели распустить кольцо воды после всего случившегося. Получается, если бы кольцо воды не было уничтожено Уолкером, оно было уничтожено магами воды. Ну, то есть, распущено, конечно, члены кольца воды остались живы, это, конечно, был бы лучший исход, но все же. Что это за бредятина? Кстати, еще очень интересный факт. Я не ошибся, когда увидел в нашем бывшем брате зерно Беллера. Бывший брат. То есть, получается, кесель был когда-то магом воды. Интересно. Но в целом, Рейген явно дожил до того возраста, когда мудрость переходит в маразм. И ему просто нужно уйти на покой, передать бразды правления кому-то еще. Он явно задержался на своем посту. Как же они меня терпеть не могут. Ну, да ладно. Или, возможно, они увидели, что Марвин уходит и просто показывает, что это они его прогнали своими криками. Что ты тут сделаешь? Тебе здесь незачем находиться и так далее. Реордиан, ты в курсе, что там? Нет, он не в курсе. И, к сожалению, поговорить про записи нельзя. Ну, да ладно. Я могу с Рейгеном поговорить? Может, все-таки удастся его как-то переубедить? Ну, ли хотя бы попросить собрать заново кольцо воды? Потому что оно уничтожено, но в целом их воля исполнилась? Нет. С Рейгеном не поговорить. Мне абсолютно не нравится позиция мага воды. В целом, конечно, баланс это хорошо, но не до таких коральностей. То есть, люди страдают, гибнут, умирают. Это необходимо ради баланса. Ради какого черта подери баланса? Непонятно. В общем, я теперь даже частично согласен с книгами Критика Аданаса, когда критиковали веру в это равновесие и тому прочее, когда люди просто отказываются помогать другим, потому что так и надо для баланса. Для какого баланса, правда, не ясно. Ладно, хватит болтовни, я отправляюсь тогда в волчье логово и увидимся на месте. Пам-парам-пам-пам продолжаем. Итак, я на месте и давай, коль я около алхимика, поговорим с ним. Как продвигаются его исследования, может, зеленовые появились. Здоров, Езигар. А как обстоят дела с исследованиями? Не так уж и плохо. И тебе, видимо, помощь не нужна. Покажи мне свои товары. Прежде всего, я хотел бы купить свитки света. И как обычно, как бывает в любом магазине, тот товар, который тебе нужен, он отсутствует. Зато есть тысячи других абсолютно бесполезных. Так, может, новые рецепты еще появились? Эликсир повышения силы действует 10 минут. И это, конечно, здорово, но, однако, а зачем он мне такой? 10 минут я вряд ли с кем-то буду сражаться. Хотя, за 100 монет давай-ка я куплю его. Плюс, наверное, он не только действует дольше, но и, скорее всего, дает больше силы. Повышение маны мне не требуется, ловкости не надо. Большое повышение жизни. За 100 монет тоже можно купить, прочесть, посмотреть, что к чему. Рецепт каменной кожи. А где здесь еще зелье брони? Только большое я хочу. Повышение маны, повышение силы. жалко. Большое зелье повышение брони я бы с удовольствием купил. И больше ничего интересного. Конечно, можно сейчас прикупить какие-нибудь царские щавели, драконь и корни, но, однако, сила мне нужна только для того, чтобы поднять клинок. Просто так ее доводить до каких-то безумных значений я не планирую. Плюс у меня, конечно же, есть 100 очков обучения, которые нужно куда-то потратить. Но куда? Владение оружием это, конечно, хорошо, но вдруг сейчас появится клинок, который требует единиц 200 силы и где-то нужно их будет найти. А кроме того, у мага воды я позаимствовал одну книжицу, в которой был рецепт создания доспехов. И мне кажется, Эйнур определенно должен заинтересоваться ей. Так, где она? Вот. Нет, это коридор. Вот. Мастерство броника вардхала. Можно создать какой-то древний доспех, который считается наилучшим. Для него требуется серебряный самородок, самородок магической руды, шкура чудовища подобного башни, судя по всему это тролль, шкура чудовища, которая любит мед с черной шкурой, черный медведь, язык огненного ящера, рог мракориса и последний ингредиент, и вот я не понимаю. В завершении все следует отшлифовать при помощи достаточно твердого камня, живого и в то же время мертвого, такого же, как серые скалы волчьего логова. Я без понятия, что это за кирпич, так что давай поговорим с Эйнуром, возможно он в курсе. А, Эйнар, почему я называл его Эйнуром? Ну да ладно. А, как дела? Тот факт, что королевский посланник доставляет неприятности горожанам, чрезвычайно радует обитателя логова. Мы с нетерпением ждем новостей о его деятельности. Главное нагодить соседям, понятно. Ты не хочешь посмотреть одну книжку? Может поговорить о ковке? А ты можешь научить меня ковать оружие? Я понимаю, зачем тебе это нужно? Ты не выглядишь сильным, а для этого нужны сальные мышцы. А в таком случае покажи, как стать сильнее. Хорошо, но я не стану делать это задаром. Изучение продвинутых техник не может быть дешевым. И помни, я делаю это только потому, что это оказалось полезен для улик, а значит для и всего нашего общества. Эйнур, я хочу показать тебе книжку, почему нельзя? Эх, ладно, ну давай посмотрим, появились ли у него новые клинки. Пиратская сабля, урон 220, черт, ловкость. А, также требует ловкость, требует ловкость, ловкость. Неужели все волчьи в логове такие ловкачи? О, гроза драконов. Нет, это уручный клинок. Ловкость, ловкость, ловкость. Клинок правосудия. Урон 180, требует силы 170. Сколько у меня? 160 с копейками. Можно прямо сейчас собрать большой урудный клинок убийца драконов. Сила 165, урон 175. Однако мой клинок, так, давай глянем, он дает еще пробив или все-таки наук владения? Наук владения плюс 7 и урон 155. Возможно, следует потратить очки обучения, чтобы научиться лучше сражаться одноручным оружием и не заметить потерю навыка. Кстати, а появились ли у тебя новые рецепты? Погибель бревен известна. Полуторный рудный меч. Урон 180 требует силы 165. Одноручное оружие. Хорошо, конечно же, я куплю. Далее длань паладина. Двуручное оружие, к сожалению, урон 185. Также приобретаю громовой удар. Тоже двуручное оружие. Приобретаю копье южанина. Требует ловкость. Это определенная выкувина, на продажу сразу же волчьи лапа. Еще один двуручник. Раскалыватель. Одноручное оружие пробивает доспех на 20. Но опять же, я тогда поменяю клюв ворона на вот этот раскалыватель, чтобы лучше раскалывать всяких големов. Шпагу мастера я знаю, и эту штуку я тоже знаю. Давай читать рецепты, будем сейчас ковать. И нужно, конечно же, прочитать рецепты зелья, а то я их купил, а кто читать будет непонятно. Ух ты, а у меня погибель бревен, аж два рецепта есть, можно как раз таки продать. Полуторный рудный меч. Шесть железных самородков, два рудных, четыре больших серебряных, кожа огненного ящер, две штуки аквамарин. по идее у меня все есть. Проблем не должно возникнуть. Длань паладина. Пять железных самородков, четыре рудных, пять овичьих шкур, восемь больших серебряных и три святые воды. Я вроде где-то святую воду подбирал, но никоим образом ее не использовал. Громовой удар. Восемь железных самородков, два рудных, две кожи огненного ящера, пять языков я не уверен, что у всех ящеров я вырывал языки. И семь единиц серы. Но серу вроде как я где-то собирал. Копье южанина. Четыре железных самородка, шесть угля, древесины у меня более чем достаточно, сердце огненного голема. Вот этого точно у меня нет. Язык огненного ящера и кожа балтажера имеется. Далее волчья лапа, уголь, шкура варга, шкура волка и когти. Все это есть. И какие у меня тут зелья. А повышение жизни. Снайпер трава, лечебный корень, болотная трава и восточная фиалка. Бонус к максимальному здоровью 150, но это не так уж и много. Но действует это 10 минут. У меня здоровье сейчас от тысячи. То есть прибавка около 15%. Хорошо, но не серьезно. Это буквально один удар. А большой эликсир повышения силы. Снайпер трава, иловый мертв, пища рудокопа, лесная ягода, тонны лесных ягод. Бонус к силе 25. Бонус остался прежним. Я думал бонус будет повыше. Ну ладно, давай ковать клинки, а потом можно будет сбегать вархалос там их продать. Так, искусное оружие. Прежде всего я хочу выковать клинок, который могу использовать сам. Чего? Боевой клинок орков? А у кого я научился его ковать? Погоди. Марвин, а ты что, следил за орками и научился их клинки ковать? Вот это открытие. Так, я уже даже немного сбился из-за этого. Тон-тон-тон, убийца королей, режущий урон, двуручник. А где этот клинок, который полуторник? Погибли моряков, инквизитор, шпагом мастера. Погоди, я в упор не вижу полуторный клинок. Лань паладина, великолепно выглядит. Явычих шкур у меня нет. Волчья лапа, урон 180. Неужели это оно и есть? Боевой клинок орков. Однако, я читал, это как полуторный клинок. Ладно, тогда я куплю аквамарину, внезапно у меня их не хватает. Но, конечно, я их больше никуда не тратил, кроме как ковки. Эйнар, скажи, пожалуйста, что у тебя есть аквамарин. А, покажи мне свои товары. Осмотри внимательно. Акварц, рудный самородок, большой серебряный самородок и грусть, тоска, печаль. У кого может быть аквамарин? Без понятия, у алхимика вряд ли. Но давай сбегаем. Зачем алхимику аквамарин? Не знаю. Но у него на всякий случай можно прикупить серу. Вдруг она у меня тоже кончается. Но опять же, серу я никуда не трачу, кроме как для ковки всякого оружия. В зельях она вроде не нужна. А, здоровый ядигар? Давай поторгуем. Один аквамарин у него есть. Замечательно. Это просто великолепно. Черная жемчужина. Слишком дорогая. Я не уверен, что она сейчас мне пригодится. Родный самородок тоже дорого. И давай тогда, коль я сюда подошел, я сварю зелье для повышения силы. У меня вроде как были драконьи корни. Зелье постоянного эффекта, зелье силы. Один корешок. Ладно, варю. И придется тогда купить. Хотя погоди, у меня сила станет 169. Почему 169 дает 3 единицы? Или у меня все-таки есть еще зелье? Нет, одно. 166, значит 2 надо. А Язигару тебе есть еще корни? А давай поторгуем. Корешок, 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 да. Есть два корня, я их все покупаю, покупаю все царские щавели, и начнем заниматься варкой. А два зелья, ну и давай приготовим зелье каменной кожи, чтобы я был более защищен и хорош. Итак, принимаем допинг. Бульк, бульк, бульк. Теперь клинок я точно смогу поднять. Зелье каменной кожи. И защита плюс 9, защита от магии огня плюс 3. Но кто способен пробить эту броню? Я не представляю. Марин в принципе сейчас может подойти к любому дракону и попросить того дыхнуть. И я уверен, что не получит никаких повреждений. Ну и давай теперь поговорим с Ульриком и сбегаем к девушке, которая торгует около таверны. Проверить нет ли у нее каких-нибудь акомаринов, после чего можно отправиться к пиратам. Здорово, Лиан. Я могу пройти? Как служба? Отлично. Меня вероятно скоро отправят в бой с орками, так что я наслаждаюсь последними спокойными моментами. А орками? То есть они где-то здесь уже высадились? Ну мне кажется Ульрик это единственный более-менее здравомыслящий правитель в отличие от того же Морриса, который будет сражаться с орками. Здорово. А как обстановка? Они сейчас отлично проводят время с королевским посланником в городе. Возможно люди наконец-то поймут как эксплуатирует король. Кто они непонятно. Какие-то они проводят отлично время. видимо имеют в виду власти и по власти развлекаются с королевским посланником, устраивают ему пиры и другие развлечения, в то время как обычные люди работают в поте лица и что получают? Марвин, подожди минутку. Я поговорил тебе с Уликом и Эйнаром. Все согласились, что у тебя дух настоящего сына волка. А ты не боишься сражений, тебя не пугает тяжелая физическая работа, и ты знаешь, что такое честь. Хотя мы не можем принять тебя в наши ряды. Пожалуйста, прими этот дар, этот доспех символ признания со стороны жителей волчьего логова. Мы вручаем его впервые за много лет. Носи его с гордостью. Пусть он поможет одержать себе победу в каждой битве. Спасибо. Очень даже неожиданно. Ты не мог бы меня потренировать? Ну хорошо, что ты спросил. Ты что-нибудь умеешь? Я ненавижу новичков. Ну как видишь. Я ведь как-то раздобыл для тебя шкуры, не так ли? Правда, правда. Но видишь ли, проблема еще и в том, что я тренирую только сына волка. Этим я зарабатываю на жизнь. Я не могу тратить свое время на чужака. А что если я заплачу? Это уже другое дело. В таком случае я мог бы показать тебе как стать сильнее и правильно размахивать оружием как одноручным, так и двурęчным. Давай приступать к тренировке. Покажи на что способен. Конечно спасибо, но меня в гильдии вроде как бесплатно учат. Ты уже кое-что умеешь, но тебе еще впереди много тренировок. Как обстановка? Тут хорошо. Определенно лучше, чем в городе, где вы жители одни налоги в жизни. И давай глянем, что это за доспех. Пожалуй, я зайду в дом, чтобы меня не обливал дождь, и внимательно рассмотреть его. Главное, чтобы никто не начал меня прогонять. сделать камеру поближе в каком-нибудь дверном проеме. Так, доспехи снов волка. Защита от дробящей 80, режущей 85, защита от стрел 80, но защита от огня 40, от магии 20. однако у меня броня доспехи сына волка все-таки получше, но здесь защита от огня 100 единиц, и плюс у меня есть прекрасный пояс, который добавляет еще 20 единиц защиты, еще добавляет защиту от огня и от стрел. Вроде как я видел пояс сына волка, только вот командира дает броню плюс 10, дает бонус к силе, дает бонус к владению двуручным оружием, но мне кажется, эти бонусы гораздо лучше у брони ежанина, поэтому спасибо, сына волка, я повешу ваш доспех, возможно, на стенд в своем доме. отвратительный отвратительная погода, давай по-быстрому добежим до таверны, хотя сейчас самое время побегать везде, поспрашивать каждого, не нужна ли помощь, но я думаю, что рано или поздно я это сделаю, по-быстрому у меня ты найдешь только лучшие товары. Отвар из серафиса, темные грибы, а вот серу я покупаю на всякий случай, а кварц, также на всякий случай покупаю горный хрусталь, по-моему, нигде не требовался, железный самородок, ух, заклинание света, вот ты где, обязательно приобретаю всем, что по поясам, командир у меня такой был, тяжелый пояс призывателя не нужен, пояс силача мага тоже не нужен, пояс защитника у меня еще лучше, пояс лавкача не требуется, остальные слабенькие, кольца, мне нужны только кольца на защиту, новых колец на защиту я не наблюдаю, но амулеты меня не интересуют, я ношу амулет матери, как дань памяти о ней, у кольца ничего нового, кстати, может тут наконец-то доставили темное паладинское, эй, эй, ты, Томас согласился на твое предложение, я и мои клиенты испытали это на собственном опыте, это пиво превосходно, еще раз спасибо за помощь, возьми эти несколько бутылок рома в качестве награды, тех пор, как мы заполучили сюда темное паладинское, этот моряцкий напиток пья только грон, а может ты все-таки деньгами хотел мне заплатить, отдал три бутылки рома, и что мне с ними делать, давай поторгуем, травяной суп тролля, но опять же алоэ я буду использовать только в качестве зелий, поэтому откажусь, и у меня кстати есть проблемы с деньгами, внезапно обнаружились, но сейчас я выкую клинки и вроде все должно стабилизироваться, айви здесь не появилась, а здорово лори, проводишь какие-нибудь новые бои, а как жизнь в последнее время обстановка здесь немного напряженная и беспокоюсь об Ульрике, ему приходят странные люди, мне это не нравится да, Ульрик справится, там тем более у него целая гвардия сидит, я думаю смогут защитить, да и сам Ульрик вряд ли будет каким-то слабаком, а выглянуло солнце, все хорошо и прекрасно, поэтому побежали к пиратам, в царство вечных болот, сырости и гадости всякой, увидимся на месте, пам-парам-пам-пам продолжаем и вот я в последней гавани, однако здесь тоже хорошая погодка, предлагаю сразу поговорить с Кортесом, понять можно ли у него попросить какой-то помощи в борьбе с Повлокером или ему абсолютно наплевать, выщешь Кортеса, он сейчас тренируется на арене, если дело срочно иди прямо к нему, ага, слушай, Родриго, я, конечно, все понимаю, а ты за мной следишь? теперь появилась возможность проверить сундучок кортеса предлагаю так и сделать потому что марвин с кортесом не друзья абсолютно не друзья соответственно почему бы и нет право право два раза вправо один раз влево два раза вправо один раз влево вправо вправо и здесь карта сокровищ длинная сабля карту сокровищ я себе заберу все остальное оставлю на месте ой я случайно один орудный самородок забрал ну ладно карта пиратских сокровищ почему бы и нет плюс обыскать этого пирата я хотел это сделать давно однако кортес орал что я обыскиваю того кого он убил родрига ты ничего не видел а коль кортес на арене давай сходим таверну может там даже айви появилась потому что я впервые здесь ее встретил или кто-нибудь другой кто даст мне новое поручение вижу какую-то записку на двери ну точнее на то что можно назвать дверью а здоров морец как жизнь как жизнь как жизнь я не богат в это этот весь фарс напрасил все замолчи я тебя слушать дальше не хочу а кстати а здесь был послушник из монастыря вот он яра нужно будет еще с ним поговорить обязательно может он на как это мне поможет там не знаю как дела надеюсь стражники не найдут это место иначе мне конец давай поторгуем а свитки света вы которых нету однако есть всякая сера кварц а денег у меня стало маловато как-то не хочется это покупать а вот деле скорости я куплю я их очень сильно люблю тогда мы посмотрим что было в записке может сказано что разыскивается такой-то кто убил большого бена за его городу городу за его голову объявлена награда так где записка весенто придумал некую блестящую идею для устройства который защищает от вас от палящего солнца днем и не дает промокнуть под дождем состоятельно должно из длинной палки и легкого и водонепроницаемого материала я пытался выбить из его головы эту идиотскую идею но он очень упрям в общем он готов купить подюжненные крыльев обычных шершней и болотных он заплатит золотом за каждую пару крыльев обычно его можно найти в нашей таверне висенте 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 оскар мне кажется висенте это повар если все правильно помню а нет вот бармен здорово у меня есть то что тебе нужно крылья болотного шершня я отдаю ему все крылья но он 8 штук мне вернет вот это тебе 600 золота я получил 240 отдал 360 ну нормальная цена 20 за крыло крылья обычного шершня тоже забирай вот это тебе здесь сколь а наоборот там по 30 монет за крыло а здесь и по 20 давай потренируемся без проблем а тоже обучает меня плотно мне это не нужно а здорово оскар как это дела все еще начинать все еще приходим себе после того как то что ты устроил на турнире и ничто так не умеряет бурная эмоция как хорошее пиво покажи что тебе есть на продажу рецептов не появилась косяки нажала жалко что у тебя нету сердца огненного голема но конечно откуда она у него но кто знает возможно для плиты как раз таки его используют так с лари разговоров нет но побежали тогда на арену и у меня есть подозрение что возможно картес решит со мной сразиться проверить так сказать свои силы против чемпиона арены если я смогу его победить возможно удастся убедить сражаться против волкер а давай поторгуем так здесь клинки все слабые и никаких кварцев как вам аринов нет а здорово барахольщик может ты мне продаж броню супер южанина а легкие тяжелые нет никакой дорогой брони у него нету ну да ладно покажи мне свои товары дубовая дубина это все ерунда эликсир силы слишком дорого кстати смотри купить царский щавель стоит 500 монет купить драконий корень стоит 500 монет а эликсир стоит 1500 то есть экономия в 500 монет это здорово ну да конечно я заплатил за то что меня научили как правильно варить эти зелья за сам рецепт но мне кажется что рано или поздно ты выходишь плюс причем абсолютный плюс так новые кольца появились ли а сила ловкость урон заклинаний манна огонь и огонь огонь дробящие призванные существа ловкость нет ничего нового не появилось ух ты свет 15 штук паладинского паладинский свет он выглядит как дискотека мне не нравится но когда у тебя не хватает свитков то пожалуй такой можно использовать обычного к сожалению нет суп из царского щавеля интересно кто будет его переводить на максимальную манну нет спасибо а жемчужина рудный самородок и никаких аквамаринов нет как и сердец огненных колемов ну ладно пошли тогда к ортесу узнаем что ему нужно хотя он в принципе меня и не звал это я к нему заявился и украл карту а ты кто эйлин здравствуй и прощай эйлин какая-то странная девушка сложно заговорить с ней смотрите кто здесь как жизнь нашел что искал ну или хотя подзаработал к сожалению я нашел то что искал но найденное не принесло никакой радости мой брат мертв как поживаешь тебе что нечем заняться чёрт возьми моя команда совсем обленелась но тренироваться с тобой я не планирую на глазах у картеса я ничего поднимать не буду иначе мы с ним подеремся давай проверим что здесь в другом крылья и тут никого а тогда что давай я попробую выковать клинки выковать клинки потом от гору я рано или поздно их продам в городе и отправимся уже в зельбах наконец-то спустя 10 тысяч лет и так ковать искусственное оружие шпага масть неужели ее не ковал и языков у меня совершенно нет кстати горный хрусталь нужно будет прикупить надо это запомнить инквизитор требуется сердце болотного голема может зайти на болото поискать двуручный клинок орков ой точнее боевой аку юм далее тяжелый рудный меч горный хрусталь требует мясник я ковал волчья лапа и уголь у меня закончился ничего себе и серы не хватает можно забежать конечно к углежогом честно говоря не ожидал что мне будут такие проблемы из отличного оружия вроде бы все ковал кроме приговора не хватает кварца до приговор только остался а здесь меч сторожника я никовал надо опять же я до этого вроде как проверял этот меч по какой-то причине от гора в принципе не покупает ну точнее он его покупает как обычный меч а как то что выковал марвин он это не принимает и так давай посмотрим как выглядит волчья лапа но это двуручный меч а я им толком сражаться и не умею а боевой клину корка давай сравним длину ничего себе вот это я понимаю длина погибель моряка даже короче так нужно срочно протестировать где же мои болтажеры любимые но честно говоря это определенно не одноручный меч в любом случае полуторник я бы даже сказал ближе к двуручке он охромен просто ты посмотри и дистанция очень важна опять же если сражаться против всяких монстров не давать им подойти или другим кто с двуручным оружием либо придется идти в плотный контакт чтобы с ними сражаться либо издалека их пробовать как-то перебивать ладно сейчас я кого-нибудь найду а проверим длину действительно ли она такая огромная а кто-нибудь здесь есть болотные трути не интересен вот болтажер иди к сюда давай подеремся ух как прекрасно я просто за километр его бью ты посмотри какое расстояние я не понимаю как это конечно работает но я стою вот здесь болтажер вон там здесь наверное метра два если марвин спокойно ляжет то явно здесь будет два метра но чисто ориентируясь на рост марвина где-то метр восемьдесят наверное здесь точно два метра вот это я понимаю клинок кожа болтажера зубы болтажера а может я голема тут еще найду так сказать по быстрому а если по тогда давай тяпнем зелье и попробуем найти голема к сожалению я не выковал новое дробящее оружие для себя но я думаю так можно справиться так голем 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 где ты можешь водиться труд не надо тоже пристрелить а то не будут мне мешаться и не забывать что с них тоже можно что-то подобрать ой чуть не свалился это что болотный тролль орки орк арбалетчик а это где орки тут судя по всему высадились поставили свои знамена разбили базу может разбить этих орков кстати честно говоря кортес ничего про них не говорил тролль может с ними подерется хоть и нет не хочу с орками делиться опытом в целом я должен ли беспокоиться пиратах наверное нет а с другой стороны они такие же люди в таверне работают девушки которые ни в чем не виноваты если придут орки то их просто убьют а там еще арбалетчики и как сюда подступиться предлагаю как-то обойти с тыла чтобы не ли не лезть на рожон иначе это как-то глупо будет но орков как-то многовато и хорошая оборона неужели здесь будет какая-то орочья крепость кроме того можно заглянуть в пещеру где я оставил дэна и посмотреть а не закончила ли свое действие вдруг он стал человеком и теперь можно с ним пообщаться нормально хотя и человек он был так себе если честно здравствуйте голем а я уже искала вход в лагерь орков с какой-нибудь боковой стороны а тут голем это двуручка значит сломаю тебя клювом ворона так там еще болтажер а ты куда попер вот здесь есть спуск кстати вечереет 7 часов вечера и пожалуй можно уже использовать светок света но чуть попозже иди сюда голем а угненный ящер видел вон там на болот наверху а что он здесь забыл это ж болото здесь сырость слякоть тина мерзость давай еще с болтажерами справимся коль я тут поближести просто за три километра бью я не могу представить того кто сейчас может справиться с марвином ну с другой стороны если его атакуют 5-6 человек окружат то никаких проблем не возникнет вот в бои один на один сомневаюсь что кто-то сможет удалить либо опять же будет идти на пролом спамить пробивать броню давай использовать уже нет не сон какой сон и почему у меня сон на шестерке на шестерками не обычно был свиток света а возможно как раз таки из-за того что они закончились на шестерке сон так свет свет всего лишь шесть заклинаний мне нужны бродячие торговцы я забыл посмотреть бродячего торговца около волчьего логова а вдруг у него был бы свет так болотный ящер ты тоже попадаешь под раздачу иди сюда ух ты я застрял болотной траве и в принципе она мне нужна для зелий поэтому почему бы не взять отлично вот так и за три километра сейчас сложно представить что за клинок я могу получить который будет лучше этого просто великолепный меч вижу движение в кустах ящер и все там где-то наверху есть еще и огненные я хочу на них проверить насколько хороша моя защита от огня стоит ли мне вообще чего-то бояться напомню что раньше ящера меня без каких-либо проблем и колебаний сжигали просто к ним невозможно было подойти а что теперь защита 170 сможет ли он прожечь вот в чем вопрос так 1 до 1 болотный ящер и все и это пещера дэна рывком все-таки догнал меня и укусил но броню пробить невозможно и тогда надеюсь ты стал человеком возможно это послужило тебе уроком нет зелье по прежнему действует и зигар мастер-алхимик готовит так что действует всю жизнь ладно не буду его трогать пусть и живет в облике этого зверя возможно потом когда нибудь станет человеком хотя не уверен но с другой стороны на болоте вряд ли он встретит обычных жителей которые сюда случайно как-то забрели и он их не сожрет сюда кто ходит пираты мало химики которым нужны ингредиенты и так огненный ящер защита 170 давай проверять на здоровье 1073 а ну-ка дыхни и я все же не уверен я не уверен потому что вдруг он меня сожжет и ящер да дыхни был пых 5 единиц еще пых 5 единиц ты не понимаешь что происходит ты не можешь меня жечь вот это я понимаю доспех и за счет этой высокой защиты можно хоть с драконами сражаться они ж ничего не сделают и с магами огня маги воды должны иметь ввиду кстати а вот получается южане возможно специально устроили вархалосе пожар потому что их броня вроде как защищает от огня хотя я понимаю что это может быть небольшой такой условностью но с другой стороны все же если есть какая-то защита от огня тем более такая усиленная то огонь может быть союзником даже если он вокруг тебя паладины будут вариться в своих доспехах заживо а ты в доспехах из наверное это кожа или огненного ящера или саламандры не знаю что может дать такую защиту от огня но тем не менее вокруг огонь паладины страдают стражники страдают а ты чувствуешь себя волги годный черт подери а так можно было я просто взял и уничтожил голема клинком странно странно но ладно я не против и так лагерь орков и везде здесь орки-арбалетчики элитный орк элитный орк орк воин а здесь будет какой-то урочи командир так орк воин просто не совсем уверен что я должен сюда идти вдруг здесь будет какой-то урочи командир с которым можно будет впоследствии вести переговоры хотя вряд ли кто ведет переговоры с орками у мориса мозгов не хватит ульрик не станет поэтому бейорков так я могу подкрасться со спины как истинный ассасин волосина марвин аккуратно осторожно этот орк я не понимаю куда он смотрит он вроде как дремит те смотрят в сторону болота они меня не видят черт подери заклинание света пропало но с другой стороны она по идее должно было выдавать мое присутствие элитный орк сладких снов золандрам и орки вроде как не умеют плавать по крайней мере по второй части игры я помню это с другой стороны они не так сильно меня ранили поэтому предлагаю на глубину уйти и повторить это действие как истинный ассасин подкрадываться со спины и уничтожать орков они толком меня не могут ранить главное чтобы меня какая-то акула не укусила сейчас за пятку и коль я недалеко от острова я помню что отшельник меня приглашал говорил что зайди ко мне еще я тебе там что-то сделаю возможно следующая серия как раз таки начнется с этого кстати а сколько времени прошло пам 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 а времени прошло 50 минут в общем я уничтожил лагерь орков и и следующей серии отправляемся к вдовину они вроде как успокоились несмотря на то что я их командира уничтожил наивные дурачки ахо лососинство закончилась я спалился давайте сражайтесь в лишнем бою орк ты меня можешь пробить я так и не понял да вроде пробивает но не сильно хорош агаш и немножко монет давая тепну зелье здоровья возможно даже зелье временного восстановления здоровья и просто понестись на них и всех зарубить я думаю так будет полностью восстанавливать здоровье а и промахнулся ладно тогда буду аккуратен ух сколько вас толпилась нет аккуратно здесь не поможет временное восстановление здоровья и вперед шаман ты меня точно ничем не поджаришь мне невозможно зажарить и все остальные решили вернуться на свои посты жаль что я тело командира не обыскал но могло пропасть предлагаю сейчас это сделать а то вдруг у него был ну не знаю свиток который раскрывает как орки сюда приплыли может кто дал наводку шкура варга у командира только шкура варга они патрулируют ничего себе вот эта организация обороны от орков я ожидал гораздо меньшего ладно коли они меня заметили давай врубать свет а то здесь абсолютно темно и ничего не видно урочи арбалет кстати а насколько он хороший такой себе урон 50 требует силы 100 еще штраф к владению 10 невероятно неудобный для человека но возможно удобный для орка как меня шаман а тут еще один командир ну давай встретимся в бою один на один не бей меня пожалуйста в спину я хочу с тобой подраться честно поэтому я и убегаю а один-на-один говорю ну почти честно получилось но тем не менее марвина сейчас никто не может победить марвин просто машина яхт дайте сюда волкера его людей но я думаю заявиться в город и начать направо и налево убивать людей волкера это не лучшая идея а прочти свое лучшее заклинание ну нет он меня также ранить не может доспех южан я думаю что он стоил того даже более чем а вот что с навыком владения оружия делать нужно его определенно повысить в гильдии я слишком редко пробиваю броню даже несмотря на то что навык 66 процентов мне кажется наоборот работает как какие-нибудь 33 процента ну а здесь давай немножко займемся ассасинству жалко конечно что в готике или в архаласе нет ни каких модификаторов для удара со спины например вот так тихо подкрасться цель не видишь что ты к ней подкрался и наносишь точный удар можно было сделать гарантированно критический удар в таком случае например я броню пробил только за счет навыка как мне кажется а с другой стороны это же навык влияет опять же неумеха подкрадется и не сможем точно нанести мощный удар почему бы и нет но мне кажется это можно было доработать не знаю возможно в архаласе 20 все это будет доведено до совершенства хотя с другой стороны архаласы так просто совершенство мира готика походка кстати меняется и помню в оригинале также менялась походка или нет отлично лагерь орков уничтожен может попробовать доложить об этом кортесу кстати я думаю что ему было бы приятно и интересно знать что около них разбили лагерь орки и были полностью уничтожены а с другой стороны пираты они всегда на готове но можно украсть их корабли почему бы нет возможно какие-то сокровища не знаю орки возят собой бусы белиара не знаю какие-нибудь другие драгоценные камни которые имеют какое-то ритуальное значение потому что оружие орков абсолютно не ценится у людей доспехи в принципе ни с кого нельзя снять давай тогда я добегу до кортеса и можно прямо сейчас кроме того глянуть карту которую я у него украл кстати может местечко где-то здесь рядом и можно прямо сейчас его найти только по еще найти эту карту в огромном списке абсолютно всего карта сокровища эту я видел да ладно сокровища карта это я сокровища кортеса в тот раз ограбил понятно я честно говоря когда набрел на те сокровища даже и не мог подумать про карта я задумал есть еще какой-то другой пират а с другой стороны если вспомнить записку что там говорилось случайно не окажется ли так что кортес замешана гибели того пирата который остался в итоге вместе со своими сокровищами в пещере но это мне уже не вспомнить сейчас допрыгаем добежим до кортеса если получится я расскажу ему оборках если нет ну а нет и суда нет я спас не кортеса не пиратов людей которые здесь жили и могли бы погибнуть из-за того что урки напали кроме того как звали ту девушку которая здесь была украдена пиратами ну точнее бывшими стражниками и теперь рабыня я вот с ней еще хотел поговорить узнать как все ли в порядке она вроде как должна работать в таверне а здорово кортес про орков не рассказать тогда предлагаю еще забежать в таверну поговорить с девушками которые разносят напитки и ублажают посетителей и узнать все ли в порядке у сары по моему сара ее звали да так марвин не падай это тара тара разносит напитки не знаю замечал ли я раньше это а тут никого где все вроде было три-четыре девушки может она на кухне сидит это розита я с ней уже общался так погоди кого я спасал а путешествие к центру шахты это было до того кровь охотника путь серебра кто есть кто это тоже было до того на указание несчастный муж от релка горячего супа дом закрыт на ремонт маленький сюрприз его похищенная алена а почему сара откуда вообще это имя в голове оскар скажи-ка мне куда делась лена может она осталась жить в пещере сейчас немного побегаю если не если не найду так и быть останусь в пещере до следующей серии нет тут никого не видать я без понятия куда делась лена может она все-таки попыталась сбежать и в итоге пираты и грохнули не знаю возможно если есть информацию и о дальнейшей судьбе напиши что-то в комментариях это опять же в том случае если я ее в дальнейшем не встречу на сегодня пожалуй это все итак спасибо тебе за просмотр если понравилось ставь лайк оставляй комментарий подписывайся на канал спасибо и пока